добрый день друзья меня зовут павел я специалист технического центра занс добро пожаловать на наш новый вебинар о молнии защите и заземлении давайте проверим как меня видно и слышно если все отлично прошу поставить плюсик в окне чата вижу плюсики спасибо сегодня наш вебинар посвящен расчету молнии защиты для примера в качестве объекта защиты мы выбрали ответственные здания большого промышленного предприятия очистные сооружения горно-обогатительного комбината мы расскажем как определить требуемый уровень молнии защиты на основании нормативных документов выберем тип молнии приемника рассчитаем защищенность объекта разработаем систему тк-отводов и заземляющее устройство важной частью вебинара станет секция ответов на ваши вопросы задавайте их не только в рамках демонстрируемого расчета задавайте любую вопрос связанный с вашими собственными объектами и расчетами лектор нашего вебинара денис позняков инженер технического центра за анс один из авторов статей нашего сайта специалист с огромным опытом расчетов систем молнии защиты и заземления за плечами дениса викторовича более трех тысяч защищенных и заземленных объектов добрый день денис планируемая длительность вебинара около одного часа обращаю внимание что вопросы лектору лучше писать специальный раздел его кнопочка справа вверху на черной полоске вопрос написанный в общем чате рискует потеряться в потоке сообщений во время вебинара вы можете самостоятельно управлять громкостью лектора используя бегунок справа от его изображения можно открыть видео лектора или презентацию на весь экран при помощи специальной кнопочки в правом верхнем углу окна видео запись этого вебинара через некоторое время будет опубликована на сайте zanz.com и наших youtube и youtube каналах узнавайте о предстоящих вебинарах на наших на нашем сайте в специальном разделе и в группах социальных сетях и telegram канале ссылки на них уже в окне чата на этом моя вступительная часть завершена я передаю слово нашему лектору денис с чего начать и как подступиться к расчету молнии защиты спасибо коллеги еще раз добрый день ну с чего начать начинать нужно со знакомства с объектом и с требованиями которые выдвигаются к нашему объекту в части заземления и молнии защиты как известно сточные воды на горно обогатительных комбинатах имеют огромную загрязненность различным видом химических элементов соединений поэтому перед тем как их спускать уже в водоемы они подлежат тщательной очистки в связи с этим сегодня мы на данном вебинаре рассмотрим систему внешней молнии защиты для комплекса зданий очистных сооружений это будет 5 объектов давайте собственно с этого и начнем перед тем как выполнять расчеты нам необходимо к ним подготовиться то бишь нам нужно собрать информацию о нашем объекте так как у нас с вами сегодня на рассмотрение целый комплекс зданий то соответственно мы должны подходить к он не защитил точно также комплексно для расстановки оборудования соответственно нужен будет генплан защищаемой площадке с расположением объектов относительно друг друга для расчетов нам необходимы данные по конструкции по архитектуре объектов то бишь их не размеры и высоты также нам требуются материалы кровли и фасадов для того чтобы подбирать уже крепящие элементы которые детали для расчета заземляющего устройства нам обязательно нужны данные по типу грунта и удельного и значение удельного электрического сопротивления это основной параметр который используется при расчетах также в первую очередь нам нужно технические требования к параметрам молниезащиты заземления в соответствии с действующими нормативными документами а также учитывать пожелания заказчика а наш сегодняшний объект называется очистковых зданий и очистительных сооружений и начинаем мы с требований к данному комплексу для расчета молниезащиты и заземления у нас есть ряд основных действующих нормативных документов в первую очередь это гост 59 789 21 года это последний глаз который выходил у нас есть инструкция fd 34 21 122 87 и со 153 34 21 122 2003 эта инструкция по молниезащите они действуют одновременно и дополняют друг друга так как скажем так некоторые данные могут отличаться у нас в различных гостах то как правило мы используем целый комплекс нормативов и выбираем самые 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 оптимальные жесткие требования также мы будем пользоваться правами устройства электроустановок пуэ и обязательно нужно учитывать гост 10 571 54 по заземляющим устройствам в частности данный груз также регламентирует материалы которые из которых выполняются элементы заземляющего устройства предлагаю перейти к знакомству с нашим объектом значит наш сегодняшний объект будет состоять из пяти из пяти объектов значит это у нас будет здание механической очистки приоратор от стойник производственное здание по очистке фугат от соединений фосфора сооружение для очистки фугата от соединения азота и воздуходумная станция объекты имеют различные характеристики мы далее с вами более близко с ними познакомимся наша сегодняшняя задача выполнить систему внешне иммунной защиты для комплекса данных зданий в связи с этим первое что нужно сделать это определиться с требованиями которые у нас касаются непосредственно данных объектов в соответствии с со 153 таблица 21 данный объект у нас относится к обычному так как он не имеет взрывоопасных каких-то жидкостей то есть не имеет горючих материалов каких-то открытых источников там газа выбросов и так далее не представляет это масштабные угрозы для окружающей для окружающих объектов в соответствии с рд-34 таблица 1 данный объект у нас относится к 3 категории что говорит нам о том что требуемая надежность системы молния защиты для данного объекта у нас должна быть не более чем 0.9 соответственно в части заземляющего устройства рекомендуется выполнять общее заземляющее устройство в соответствии с пунктом 5.4.1 нового ГОСТа 59.789 а также в соответствии с ПУЭ пунктом 1.7.55 заземляющего устройства защитного заземления и заземляющего устройства системы молния защиты как правило выполняется общим значит приступим к расчету сегодня мы будем выполнять расчет при помощи программного обеспечения которое называется сервис расчетов надежности системы молнии защиты и вероятности прорыва молнии в объект данное программное обеспечение разработано с использованием математических расчетов лаборатории электрофизических процессов под руководством профессора Дорда Мировича Базилиана в институте Кожановского коллеги предлагаю перейти на трансляцию экрана напишите пожалуйста видно ли вам то сейчас мы перешли в автокарт плану вижу плюсики да коллеги спасибо итак давайте поближе познакомимся с нашими объектами как они выглядят из чего мы будем начинать собственно расчет системы внешней молнии защиты первое что у нас имеется это пять объектов они пронумерованы 1 2 3 4 5 это у нас получается ну как мы уже говорили здание механической очистки проигратор отстойник производственное здание по очистке фугата от соединений фосфата фосфора сооружение для очистки фугата от соединений азота и воздуходовая станция перед тем как выполнять расчеты нам необходимо определиться с размещением с местами размещения нашего оборудования чтобы это выполнить максимально эффективно необходимо детально познакомиться с объектами мы смотрим что у нас на 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 нашей площадке имеется два самых высотых здания это объект номер три он у нас высотой 18 метров и объект номер один высотой 15 метров данные объекты будут защищаться при помощи кровельных молниеприемников то есть молниеприемники будут устанавливаться на кровле данных объектов также мы видим объект номер пять который имеет высоту всего лишь 8 метров и он находится в непосредственной близости от объекта номер три который более чем в два раза превышает по высоте собственно пятый объект а связи с этим мы можем сделать вывод что в первоначальном расчете на объект номер пять мы устанавливать мачты никакие не будем так как для него в принципе объект номер три с оборудованием которое будет установлено на нем будет являться естественным ум неотводом для объекта номер пять и также у нас имеется объект номер два и номер четыре которые силу своей конструкции не предполагают установку оборудования на кровлю или фасады допустим данных зданий значит мы будем вставлять молниеприемники я уже их предварительно расставлю посмотрим как это будет выглядеть вот а значит предварительно мы установили на наши высокие объекты мачты они растут кровельные молниеприемники по периметру кровли это у нас молниеприемники высотой четыре метра на бетонных основаниях устанавливаются они как правило шагом изначально два с половиной три длины мачты мы используем четырехметровые молниеприемники то есть устанавливаются они в среднем на расстояние 11 метров 10-11 метров точно так же у нас и здесь до 14 метров так как объект немножко пониже и так как мы не можем устанавливать оборудование на кровли объектов номер 24 мы используем с вами отдельно стоящие мачты высотой 20 метров высотой 20 метров это фундаментной молниеприемники после того как мы расставили молниеприемники условно нам необходимо выполнить расчет на надежность системы молниезащиты и проверить правильно ли мы выбрали высоты и места расположения мачта расчет этот как мы помним надежность согласно нормативных документов у нас составляет но не более чем 0,9 не более чем 0,9 соответственно используя сервис расчетов молниезащиты мы с вами проведем расчет и посмотрим какую надежность у нас обеспечит данная данная конструкция данное расположение молниеприемников для того чтобы перейти на наш сервис расчетов необходимо зайти на сайт zans.com в разделе проектировщикам у нас имеется подраздел расчеты и первой строчкой онлайн расчет надежности молниезащиты нажав на которую мы попадаем в сервис расчетов вот он сервис расчетов наша основная страничка давайте вкратце пробежимся что он из себя представляет как им пользоваться у нас есть несколько разделов данного сервиса есть раздел список чертежей здесь сохраняются все чертежи которые мы с вами которые вы сохраняли то есть которые вы создавали сервисе и сохраняли чтобы в дальнейшем возможно с ними дальше работать у нас имеется список расчетов это список тех расчетов которые вы выполняли у нас имеется редактор чертежей мы сразу в него перейдем так как надо в нем работать это там где мы создаем нашу систему описываем все наши объекты все наши моноприемники и собственно откуда производится расчет также есть раздел калькуляторы у нас по данному разделу был отдельный вебинар который проводил мой коллега Дмитрий я попрошу коллег в чат сбросить ссылку на данный вебинар чтобы мы не останавливались на нем без деталей там отдельный целый целый раздел и тут же есть осильность это описание тут описание есть некоторые ссылки видеоматериалы как пользоваться сервисом значит переходим в редактор чертежей и так с чего начать расчет в сервисе расчетов у нас имеется у нас имеется система которую нам нужно перенести на сервис расчетов для того чтобы это сделать нам необходимо ввести в сервисе расчетов координаты всех наших объектов как это делается начало очень простое нам необходимо задать на начальную точку координат начало координат от которой мы будем брать координаты всех наших объектов молния приемников задаем задаем начальную точку вот мы смотрим что у нас левый нижний угол от объекта это и есть крайняя точка задаем начальную точку а теперь введем первый объект это наш объект номер один высотой 15 метров высотой 15 метров значит так это вводится он у нас имеет прямоугольную форму мы выбираем параллелепипед в нашем ну прямоугольную форму вид сверху имеется ввиду вводим у нас сразу же программа запрашивает высоту данной фигуры у нас высота первого объекта 15 метров задаем переходим у нас есть с левой стороны список объектов то есть которые мы вводим с правой стороны по выбранному объекту задаем его характеристики и координаты у нас имеются координаты x1 y1 а также x2 y2 что это за координаты это координаты x1 y1 это левый нижний угол и x2 y2 это наш верхний правый угол где берутся эти координаты переходим на нашу схему для того чтобы быстро взять координаты данных углов можно прочертить обычную линию слева направо выбрать эту линию и в графе свойства у нас отображаются данные координаты начало x и начало y будет соответствовать значение x1 y1 и конец линии координаты конец x конец y это будут собственно координаты x2 y2 то есть 0 0 30 25 что соответствует размерам нашего объекта вводим x1 0 y1 0 x2 у нас 30 y2 25 сохранить видим что объект у нас не отображается мы можем использовать масштабирование то есть выбрать масштаб к примеру такой и у нас имеются параметры параметры у нас имеется следующее активный активный означает что данный объект используется у нас в расчетах тип понятно это тот который мы выбрали параллелепипик молниеприемник так как у нас данный объект описывает наш защищаемый объект номер один галочки здесь быть не должно не должно соответственно мы оставляем точно так же как есть для примера сейчас ведем еще цилиндрический объект который у нас допустим объект номер 2 цилиндрический объект покажу как далее перейдем уже к всей схемке так как я ее предварительно ввел чтобы мы все это не вводили как используется у нас цилиндр значит выберется цилиндрической формы объект у нас цилиндр точно так же для начала задаем высоту у нас их 11 метров среди параметров для воды у нас есть x, y это координаты центра центра цилиндра также у нас есть координата z что характеризует высоту 11 мы ввели и радиус в нашем случае у нас диаметр составляет 25 метров соответственно радиус у нас будет 12 с половиной метров координаты мы точно так же можем взять из нашей схемы нажав на цилиндр и относительно нашего центра координат начала координат наши координаты будет 55 с половиной и 12 с половиной соответственно мы должны будем перенести сюда данные цифры 55 5 и 12 с половиной сохранить точно так же мы можем создавать все объекты для простоты мы можем использовать клавиши которые вот с правой стороны у нас значит отображаются то есть создать копию текущего объекта создать у нас автоматически в списке объектов появляется второй цилиндр а то же самое можно делать с прямоугольниками и так далее то есть тут мы уже можем задать следующую точку допустим возьмем здесь 62,5 через 7 метров сохранить то есть у нас появляется второй ну это я для наглядности показал давайте перейдем теперь к общему к общей схеме которую я предварительно ввел список чертежей и дублируем его сейчас обмыштопируем вот предварительно я ввел все наши объекты то есть прямоугольного цилиндрического типа а также синим цветом у нас выделены молния приемники вот мы его допустим выберем у нас точно так же координаты точки находится молния приемник мы их сюда вводим также вводим высоту значения z и для молния приемников они отображаются синим цветом у нас должна стоять галочка молния приемник чтобы программное обеспечение понимало что данный объект или фигура точно так же любой объект может у нас использоваться в качестве молния приемника то есть допустим если бы мы рассчитывали молния прием молния защита только для объекта номер 5 то сам защищаемый объект номер 3 у нас бы служил естественным молния приемником для данного объекта то есть если бы мы рассчитывали индивидуально один данный объект после того как мы вводим все координаты необходимо убедиться что у нас все соответствует действительности для этого можно нажать такой 3d вид сейчас мы отмасштабируем 3d вид убрать галочку масштабировать высоту и грубо говоря описав нашу систему мы видим следующую картину то есть вот наши все объекты под углом мы видим что высоты соответствует то есть нигде там дополнительно единичку 10-100 метров не дорисовали маленькая оговорка четырехметровые молния приемники которые устанавливаются на кровлю координата задается соответственно от уровня кровли то есть если у нас высота 15 метров мачта 4 соответственно высота вот данного молния приемника она будет соответствовать 19 метров ну точно так же здесь она будет соответствовать 22 метра так как у нас высота объекта соответственно 18 метров плюс 4 метра молния приемник 22 мы смотрим на наш объект он у нас получается видим полностью все молния приемники объект номер пять мы не устанавливаем молния приемники так как предположительно он у нас защищается данным объектом после чего мы сохраняем расчет для того чтобы его не потерять при сохранении расчета или при запуске расчета нам необходимо ввести плотность ударов молнии на один квадратный километр поверхности земли в год это обязательно значение куда она берется она берется из карты значит газовой активности его можно рассчитать а также можно взять оно имеет данное значение имеется в rd-34 rd-34 в приложении номер 2 то есть это перед перед расчетами зон защиты вот имеется небольшой раздел с картой и с таблицей в зависимости от региона мы выбираем данное значение в каком регионе находится наш объект ну мы возьмем среднее значение по стране это оно равняется 4 сохраняем наш объект подтверждаем и нажимаем после того как уже все введено кнопочку рассчитать еще раз у нас подтверждение плотности ударов нажимаем продолжить окей расчет находится в обработке давайте посмотрим что у нас отображается изначально у нас отображается наш параметр надежность системы в первую очередь это то значение которое мы изначально определили должно быть не более 0,9 у нас отображается среднее время между ударами молнии в систему которую мы описали то есть это среднее время в которое один раз будет пить молния в объекте дальше имеется среднее время между прорывами минуя защиту то есть это та вероятность когда молния то есть то значение то есть раз в столько лет молния может прорваться сквозь защиту то есть это очень важный показатель обновим страничку обновили страничку и мы с вами смотрим результаты надежность нашей системы составляет 0,928 что соответствует требованиям то есть у нас больше чем 0,9 среднее время между ударами молнии в систему у нас составляет 5 лет то есть в среднем раз в 5 лет молния будет бить куда-то в нашу систему тут сделано небольшую оговорочку данное значение оно может отличаться в том случае чем подробнее мы описываем систему то есть допустим вот наши очистные сооружения мы описали 5 объектов там через 100 метров допустим находятся еще какие-то объекты то есть может быть выше может быть ниже то есть чем более подробно описано система окружающая все объекты а тем более точный расчет у нас будет и более точное значение и также среднее время между прорывами и минной защиты один раз 71 год то есть это в принципе хорошие показатели что не означает к примеру заказчик смотрит и говорит нужно увеличить эту цифру как это сделать делается это очень просто мы сохраняли с вами расчет соответственно в любой момент у нас справа есть такая графа действия вот она я ее выделил и здесь у нас есть полный отчет о расчете мы с ним познакомимся немножечко хуже у нас имеется создать чертеж из этого расчета что это означает что если мы сюда нажмем мы перейдем в той схеме которую и сохранять также у нас есть помощь технического специалиста в расчете объекта нажав на эту кнопку вы можете оставить заявку которая придет в наш технический центр соответственно специалист уже с вами свяжется и поможет либо разобраться либо помочь выполнить расчет системы молниезащиты изменить данные значения можно нажав кнопочку создать чертеж из этого расчета мы возвращаемся мы к нашей схеме отмасштабируем к примеру мы можем увеличить или уменьшить высоту любого из объектов допустим выберем этот молниеприемник в списке объектов он у нас автоматически выбирается если мы выбираем конкретно на участке либо мы можем выбрать его найти здесь и мы можем изменить либо высоту либо параметры координаты то есть переставить его к примеру то есть любая операция любую операцию возможно скажем так произвести без ввода всех всех координат всех объектов чтобы по несколько раз не путаться перейдем в список расчетов и посмотрим что из себя представляет полный отчет о расчете значит скачивается он в формате pdf строим его что он из себя представляет значит ну соответственно начинается он с того что здесь имеется дата когда значит был дата формирования далее идет описание системы значит наша система состоит из с сосредоточенных объектов стержней опоры это это в данном случае наши молниеприемники их их у нас 27 они это молниеприемники 3 отдельно стоящих и получается 24 молниеприемника которые мы установили на кровли двух объектов объекта номер 1 и объекта номер 3 самых высоких это четырехметровая двадцать у нас имеется объекты прямоугольного сечения 5 это наши прямоугольники то есть вот он раз два три а также вот вот эти части наших объектов номер 2 и 4 ну и полусверика значит вертикальные цилиндры это наши объекты номер 2 и 4 также после чего у нас идут параметры всех элементов значит что они себя представляют это координаты которые мы с вами вводили в в нашем программном обеспечении это код функции то есть что означает этот код функции ну в данном отчете он означает следующее 0 это означает что наш объект имеет галочку молниезащита то есть это объект молниеприемником рассматривается программой как молниеприемник соответственно дальше у нас идут объект номер 1 код функции 1 это означает что это защищаемый объект это объекты прямоугольного то есть здесь фиксируются все координаты той системы которую мы рассчитывали делается это для того чтобы через год через там может быть через месяц по-разному вы могли воссоздать данную систему вы ее можете по данным координатам как прорисовать там в том же там автокаде либо в программном обеспечении то есть восстановить ту систему которая была и собственно посмотреть что можно там изменить возможно поменялась планировка соответственно эти координаты уже будут меняться в конце у нас фиксируются результаты расчетов значит вот эти два параметра среднее время между ударами молнии в систему пять лет и среднее между прорывами мы с вами смотрели тут также фиксируется надежность системы молниезащиты вот она ну также вероятность суммарное число и полное число это у нас вспомогательные элементы для расчета трех вот этих основных показателей и на последнем листе у нас имеется список список ссылочных материалов на нормативные документы то есть их можно использовать в в пояснительных записках то есть в описании там и так далее теперь там вы доставили так расстановку оборудования мы с вами выполнили значит для данных двух объектов номер один и номер два так как у нас имеются кровельные молниеприемники мы с вами выполняем систему так отводов то есть располагаются они как правило согласно пункта 3.2.2.5 если не ошибаюсь со 153 так отводы располагаются по периметру объектов и на высоких ну грубо говоря по парапетам если у нас есть парапеты желательно располагать молниеприемники по парапетам на верхней части то есть наши молниеприемники объединены все на кровле системы так отводов на каждом из объектов если имеется оборудование на кровле металлических допустим те же металлические колпаки на виндшахтах какие-то лотки и так далее это все необходимо присоединить так отводом для уравнивания потенциалом так как у нас не сетчатый молниеприемник мы выполняем по углам наши опуски токоотводов обозначены они у нас синим цветом и выполняем заземляющее устройство выполняем мы его в соответствии с двумя требованиями первое давайте сразу откроем вот так оно будет выглядеть первое у нас имеется требование по сопротивлению заземляющего защитного заземляющего устройства сопротивление заземляющего устройства в общем должно быть не более 10 Ом это прописано в новом ГОСТе в пункте 5.4.1 также наш новый ГОСТ фиксирует скажем так или регламентирует два вида конструкций заземляющих устройств вариант А и вариант Вариант А это заземлители не замкнутые это комплекс вертикальных и горизонтальных заземлителей и вариант В это кольцевые заземлители как принято их назвать это контур заземления это замкнутые заземляющие устройства не менее 80% металла которых находится непосредственно в контакте с грунтом в нашем случае мы выполнили кольцевое общее заземляющее устройство которое суммарно нас обеспечит порядка полуом расчет я тут не привожу так как это просто цифры то есть в расчете получается что данная конструкция заземляющего устройства состоящая из горизонтальных заземлителей либо кольцевых как это прописано в последнем госте а также вертикальных заземлителей в местах установки молнииотводов и в местах подключения токаотводов вот в нашем случае у нас токаотводы имеют два объекта это объект номер один и номер три соответственно второе требование по заземляющему устройству когда мы его проектируем это требование конструктивное конструктивное требование оно относится к системе молнии защиты заземляющего устройства молнии защиты как таковое нигде не прописано ну за исключением некоторых отраслевых нормативов для частных там организаций которые могут там действительно есть некоторые требования но в общем целом запретение заземляющего устройства системы молнии защиты оно не нормируется в данном случае у нас имеется система внешней молнии защиты поэтому мы используем два требования первое это конструктивное молния защитие и требование по сопротивлению для защитного заземления конструктивное конструкцию заземляющего устройства Для молниезащиты она немножечко разнится для объектов третьей категории, а также объектов первой и второй категории. В данном случае у нас объект относится к третьей категории, и конструкция наша должна иметь не менее двух вертикальных заземлителей, трехметровых, и пяти метров горизонтального заземлителя. Соответственно, у нас получается три мачты. Так как общее заземляющее устройство, у нас тут однозначно выполняются все данные требования. В целом, давайте мы, наверное, переключимся на презентацию. Павел, можно вас на секундочку? Да, конечно, Денис. Да, я не знаю, у меня почему-то презентация куда-то делась. Мы видим презентацию, вот я сейчас переключил на итоги расчетов. Все, 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 Павел, благодарю, благодарю, да, итоги расчетов. Да, спасибо, у меня перетрансляция на экран, сбросилась страничка. Итак, значит, с вами мы рассмотрели сегодня подход, как выполнить молниезащиту для, значит, комплекса здания очистных сооружений. Разобрались, какие требования у нас выдвигаются к системе молниезащиты, к надежности и к заземляющему устройству, конструкции и сопротивлению. Мы, конечно, произвели расчет, итоги расчетов у нас получились надежность 0,928, что больше требуемого 0,9, вероятность прорыва молнии в среднем раз 71 год и сопротивление. Данная конструкция в грунтах с удельным сопротивлением порядка 100 Ом, то есть это глина, суглинок, какие-то черноземы, то есть в данных грунтах наше заземляющее устройство обеспечит сопротивление порядка полу Ома, что более чем отлично как для защитного заземления, так и для молниезащиты. Ну, на этом, наверное, основную часть вебинара мы завершаем, и я предлагаю переходить к вопросам. Павел, имеются ли у нас вопросы? Спасибо всем за внимание. Спасибо, Денис, за интересное выступление. У вас есть время перевести дух, выпить воды, пока я задам нашим слушателям нескольких коротких вопросов. Друзья, я прошу вас уделить внимание для ответа на вопрос, который сейчас появится на ваших экранах. Вопрос номер один. Получили ли вы в ходе вебинара интересующую вас информацию? Прошу ответить, да или нет. Вижу, пошли ответы. Отлично. Если не затруднит того одного человека, кто не получил ту информацию, которую хотел, напишите, пожалуйста, в чат, чего не хватило, чего не хватало или что ожидалось, на какой вопрос ответа вы так и не получили. Мы постараемся вам помочь. Так, давайте перейдем к вопросу номер два. Планируете ли вы обратиться в ЗАНС за расчетом? Я напоминаю, что мы выполняем бесплатные расчеты по молниезащите и заземлению любого абсолютно объекта. Короткий срок, среднее время расчета у нас составляет 2-3 дня. Просто отправляете нам исходные данные, ваше задание, что нужно посчитать, и мы для вас выполним бесплатный расчет. Если в ближайшее время или даже сейчас у вас есть необходимость в нашей помощи, внизу есть кнопочка «Запросить расчет молниезащиты и заземления». Вы попадете на форму на нашем сайте, где вы можете прямо сейчас оформить заявку на расчет. Возможно, именно Денис выполнит для вас расчеты. Давайте еще подождем немножечко для ответа наших слушателей. Будем рады вашим обращениям, будем рады помочь. Так, ну и вопрос номер 3. На какую тему вы хотели бы послушать будущий вебинар? Мы стараемся выбирать темы для наших вебинаров, именно те, которые отвечают на актуальные вопросы наших слушателей. Поэтому, если у вас есть тема, на которую вы хотели бы послушать вебинар, напишите, пожалуйста, ее в чате. Мы обязательно ее примем во внимание. Или, может быть, сразу подскажем ссылку на запись вебинара на эту тему. Потому что тем мы уже освещаем достаточно много. У нас, наверное, на большую часть вообще вопросов уже есть вебинары и ответы. Поэтому постараемся вам тоже помочь. Так, Владимир, хороший вопрос задали. Ответим на него сейчас во время сессии. Вопросов и ответ. Так, спасибо. Ну что ж, давайте перейдем к вашим вопросам. Начну я, пожалуй, с вопросов из специального раздела вопроса, о котором говорил вначале. Начну с вопросов, связанных с расчетом, который демонстрировал Денис. Денис, Ольга задает такой вот вопрос. Категорию по РД понятно, как выбирать. Как выбирать уровень защиты по ИСО? Он равен категории по РД, категории по РД 3, а по ИСО уровни защиты 4. Вполне логичный вопрос. Денис, у вас выключен микрофон. Да, 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 спасибо за вопрос. В начале вебинара я уже говорил, что РД и ИСО это такие два, две дополняющие друг друга инструкции, в которых могут быть прописаны разные нормы. То есть, где-то по надежности это может быть, по категории, где-то это может быть по каким-то требованиям, шагу сетки и так далее. В нашем случае в ИСО 153 у нас прописаны категории и прописаны значения надежности. Но у нас нет классификации объектов по категории в ИСО. В ИСО есть у нас обычные, специализированные, специальные, представляющие опасность для окружающей среды и так далее. По категориям у нас расписаны как раз-таки объекты в РД 34. В связи с этим мы используем третью категорию по РД 34 и берем надежность значения 0.9, которая у нас соответствует третьей категории. Спасибо, Денис. Дмитрий Бодров. Критерии использования самой железной конструкции сооружений в качестве молниотвода горно-обогатительного комбината. Как будет сказываться на оборудовании, установленном на данном сооружении? Еще раз, Павел, можно начало вопрос? То есть, какие критерии использования конструкции самого сооружения в качестве молниотвода горно-обогатительного комбината? Естественных, естественных. Да, да, да. Да, правильный вопрос. В первую очередь, согласно нашим нормативам, в первую очередь, в качестве естественных молниотводов должны использоваться металлические конструкции. То есть, если у нас, допустим, металлический объект, то есть металлическая ферма, обшитая металлом, то логично использовать данную металлоконструкцию в качестве естественного молниотвода, а не устанавливать, грубо говоря, металл на металл. Вот, поэтому использование естественных элементов объектов металлических в качестве молниотводов, это в первую очередь обязательно. Если у нас используется, допустим, не полностью объект, а какая-то его часть, например, те же перила, то есть, которые по периметру кровли, допустим, металлические перила установлены, они возвышаются над, собственно, объектом, то есть, по факту, это есть естественный молниоприемник. Все вот эти металлоконструкции должны быть между собой связаны, то есть, должно быть выполнено уравнение потенциалов на уровне кровли, ну, и также иметь металлосвязь с заземляющим устройством. Это касается естественных заземлителей, то есть, железобетонных фундаментов. Если они монолитные и соответствуют требованиям, прописанным в наших формативах, то обязательно это нужно использовать, это дополнительно улучшит качество системы заземления, молниозащиты. То есть, главное правило, это чтобы все вот эти металлоконструкции имели между собой металлосвязь. Это главное. Спасибо. И вторая часть вопроса. Как будет сказываться на оборудовании, установленном на данном сооружении? И в каком смысле? Имеется в виду наводки какие-то электромагнитные, я так понимаю? Предполагаю. То есть, например, это какой-то резервуар с очень большой толщиной стенки, который мы можем использовать в качестве естественного молниеприемника, и на нем стоит несколько датчиков. Ну, или какой-то прием, передающий, может быть, оборудование, кондиционер. Ну, в данном случае ситуация следующая. В случае попадания молнии, в любом случае, будут какие-то наводки на объекты, находящиеся. Ну, если, допустим, в данном вопросе рассмотрим резервуар, то все, что находится внутри резервуара, там наводок никаких не будет, так как резервуар металлический у нас, грубо говоря, экранирует внутренностью воздействия извне. А что касается оборудования, например, датчика, установленного на кровле, безусловно, на него будут наведены наводки, это 100%. В связи с этим необходимо выполнить уравнивание потенциалов. Если это какое-то оборудование, которое не заземляется, то есть не присоединено к главной заземляющей шине, то есть корпус, кондиционера, какие-то вентустановки, их необходимо присоединить к системе как отвода, чтобы потенциал был уравнен. Соответственно, это важно и для безопасности эксплуатации, то есть если придет, допустим, тот же человек, и вдруг это оборудование не присоединено к системе так отводов, не заземлено, то есть никак не связано с нашей защитой, с молниезащитой, то там может накапливаться статический потенциал. Это, собственно, может привести к каким-то последствиям. Наводки обязательно на оборудование на все будут, поэтому к системе уравнивания потенциалов нужно также относиться очень серьезно. Все металлические коммуникации, оборудование должны быть заземлены в обязательном порядке. Так и ведущая часть на все должны быть заземлены. Спасибо, Денис. Я добавлю, что о том, какие будут наведенные перенапряжения или статические заряды образовываться, на нашем сайте есть хорошая статья от Эдуарна Мировича Базилиана. Она практическая статья, там есть и формулы, и можно самостоятельно определить, в каждом конкретном случае, какой уровень перенапряжения будет при близрасположенных ударах молнии или ударах молнии в объект. Ссылку в чатик сейчас чуть попозже скинем. Еще один вопрос от Гагика Назаряна. Не стоит ли в проекте армировку или металлические части объектов подключить к общему заземляющему контуру? Гагик, приветствую, знакомый. Стоит, если это монолитная, ну, то есть, если эта металлоконструкция вся имеет связь, то есть, она обварена при заливке, при возведении монолита, если вся металлоконструкция имеет связь, то, конечно, стоит. Это будет элемент, часть естественных, там, так отводов, либо часть заземляющего устройства, это и токи снизит. То есть, это только плюс обязательно нужно. Если металлосвязи нет и соответствующих выводов, ну, тогда нет смысла просто присоединять их. Если металлосвязь имеется, предварительно, так из опыта расскажу, допустим, при обследовании объектов, можно, ну, электролаборатории, как правило, этим занимаются, замерить, допустим, переходное сопротивление между выводами железобетонной конструкции на кровле и около грунта. То есть, проверить монолит на переходное сопротивление. То есть, это делается в нескольких точках по периметру объекта. Если такая металлосвязь обеспечивается 0,5 Ом, без проблем, это даже не можно, а нужно тогда присоединять. То есть, это очень положительно будет сказываться на электромагнитном, на электромагнитной составляющей объекта, чтобы все будет очень серьезно снижать на лодке. Спасибо, Денис. Вопрос от Анны Мозговой. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, величина молнииотвода 4 метра. Чем обусловлено? И в какой момент проверка достаточной высоты происходит? Ну, в данном случае, как мы выбираем высоту молнииотвода? Я привел 4 метра, так предварительно уже расчет выполнял. Высоту мы выбираем, исходя из того, чтобы нам обеспечить нужную надежность заземляющего устройства. Нужно понимать, что чем выше объект, тем минимальная высота молниеприемника будет тоже выше, так как, ну, отлучимся к расчету зон защиты классической системе, которая присуща для простейших систем молниезащиты, то есть для одиночных, одиночных, сдвоенных, тросовых, запнутых систем молниезащиты, это прописано в пункте 3.3.1, в СО-153, в котором же и прописаны, собственно, рекомендации по использованию программного обеспечения для расчета. Так вот, если мы рассчитываем зону защиты, у нас есть такое понятие, как аж-нулевое. То есть высота, откуда зона защиты условно начинает действовать, да, то есть это не самый крайший вершина мачты, а вот какой-то уровень. Вот, собственно, наверное, от этого мы и будем отталкиваться. То есть молниеприемник первоначально при выборе, вот, предлагаю рассматривать как одиночный, выбрать его высоту, а дальше при помощи программного обеспечения уже снижать эту высоту до эффективную, для того, чтобы уменьшить площадь стягивания молнии объекта. Не знаю, ну, напишите, пожалуйста, понятие, на ответ или нет. Может, я закрутим немножко. Я добавлю от себя важную деталь, касающуюся программы расчетной. Программа не придумывает, где поставить, какой молниеприемник и какой высоты. Программа готова проверить то решение, которое вы ей предлагаете. И уже на основании результата проверки можно сделать вывод, достаточно ли вам молнии отводов или, может быть, излишнее их количество или высота. То есть программа проверяет то решение, которое вы ей даете. Я еще два слова добавлю. Вот, если использовать классическую зону защиты и программное обеспечение, программное обеспечение выберет более эффективную систему молнии защиты, то есть нужную надежность она обеспечит при меньших высотах, потому что принцип расчета другой. Поэтому для того, чтобы выполнить первый расчет молнии защиты, можете использовать, вот взять один ночный молниеприемник, посчитать, какой высоты вам нужен, чтобы добиться аж нулевого, и от этой высоты уже дальше продолжать расчеты, повторять, снижая, собственно, мачту, ну, как Павел сказал, что программа считает только то, что вы ей доставляете. Вопрос от Владимира. Существует ли документ, подтверждающий корректность алгоритма расчета? Ну, скажем так, это то программное обеспечение, которое было разработано Институтом Хржиновского, которое упомянуто в пункте 3.3.1. ИСО 153. А напомним, что ИСО 153 и РД 34 это нормативы, которые также писали с Институтом Хржиновского. Данное программное обеспечение у нас сертифицировано, имеется сертификат, ну, и также есть подтверждение им, что это то самое программное обеспечение, которое упомянуто в нормативном документе. Эффективность расчетов, она заключается, наверное, в методике расчетов. Методика расчетов подробно описана Эдуардом Мервичем в первой книге, по-моему, в «Незащите», которую у нас, кстати, имеется, Павел, я не знаю, там можно ее, наверное, как-то тоже коллегам показать. Ну и плюс, собственно, вебинар Эдуард Мервича, который в теории рассказывал об этой, о методике, о статистическом методе расчета. Не защита, то есть это тот метод, который используется в программном обеспечении. Я в чат отправил ссылку на статью, которая как раз относительно коротко описывает, в чем заключается эта статистическая методика и, собственно, почему именно она является самым оптимальным способом оценки эффективности молниезащиты. Что касается документального сопровождения, я дополню ответ Дениса. Возможно, у нас есть не только сертификат программы, которыми должны обладать любые программные средства российского, так сказать, производства, но и тот самый документ, который, вот как сказал Денис, он позволяет перекинуть мостик между словами в СО о необходимости использования специального программного обеспечения и, собственно, идентификации этого программного обеспечения, то есть, а почему именно оно и подходит ли оно для СО? В процессе получения этого документа мы доказывали то, что наша программа дает результаты именно те, которые соответствуют СО 153, и такой документ по запросу мы вам можем прислать. Если нужно, пришлите письмо на электронную почту info.sobachka.zans.com и мы вам пришлем сканы. Так, перейдем к следующему вопросу. Так, и вопрос, касающийся объекта, а дальше общий вопрос. Олег Еремин. Многоуровневые парковки с расстановкой машин на верхнем уровне. Решает ли проблему молниезащита, выполненная грибками, молниеприемниками, встроенными в пирог верхнего уровня парковки, либо выполнять как-то иначе? Если это металлические конструкции, то решает или не решает, необходимо производить расчет, во-первых. Но то, что такие конструкции можно использовать в качестве естественных молниотводов, это да. То есть, если у вас там имеется какой-то грибок или покрытие металлические какие-то там, может быть, с фасадов, то есть, либо по центру где-то, в парковке, то да, это можно использовать. То есть, необходимо только обеспечить металлоконструкцию с заземляющим устройством, металлосвязь с заземляющим устройством, и данные элементы самой конструкции использовать как естественные молниеприемники, если они металлические. Если это недостаточно для достижения требуемой надежности, ну тогда нужно будет найти какие-то места и установить дополнительно мачты, ну, либо трусы, там, в зависимости от объекта, от конструкции. Денис, я предположаю, речь идет о грибках, которые находятся под машиной, то есть, если машина стоит на верхнем уровне, парковка на крыше, скажем так, грибок в пироге этого уровня, на мой взгляд, навряд ли защитит машину стоящую. А вопрос, что мы защищаем машину, если машины защищаем, то, что, ну, верх, я имел в виду, что грибок может быть просто, ну, некие такое, накрытие от дождя, там, автомобилей наверху, если это, ну, так, то можно использовать, а если это под машиной, то есть, и у вас верх незащищен, тогда тогда никак, тогда нужно будет мачту устанавливать либо по периметру, ну, либо тросы какие-то, то есть, тут в зависимости от конструкции кровли нужно понимать, какие конструкции как установлены, то есть, так, в общем, сложно сказать. Если это возвышающиеся, можно использовать, если это ниже автомобиля находится, то, конечно, ни на что не повлияет. Спасибо. Вопрос от Юрия Потапова. Как вы относитесь к год R58-882-2020? По-моему, по заземляющему устройству что-то, да, если я не ошибаюсь. Заземляющее устройство, по-моему. Ну, сложно сказать, я, честно говоря, не помню, сейчас смотрю, что-то забыл. А, Павел, как еще раз? Сейчас я в чат напишу этот номер. Сейчас я посмотрю, да. Или, если самостоятельно, есть возможность посмотреть. Вот в чате. Заземляющее устройство, систему уравнения потенциалов, заземлители, заземляющие проводники, технические требования. Положительно относимся к ГОСТу. И тут прописаны требования к заземляющим устройствам и к правоникам системы уравнения потенциалов. Ну, что, более детально вопрос напишите. Может, вас что-то конкретно интересуется. Ну, интересует там какой-то пункт или что-то. Хорошо. Ну, тогда перейдем к следующему вопросу. Андрей Кононов. В дополнение к вопросу Анны. Выбор высоты молниеприемника в зависимости от климатических условий. Ветер, гололед. Очень важный вопрос. Спасибо. Значит, при установке молниеприемников, особенно важно это касается отдельно стоящих матч, необходимо учитывать нагрузки на ветер, на гололед, снежный, снеговой район и сейсмический. То есть, в каждом регионе мачта одной высоты, она конструктивно может отличаться. То есть, это очень важный показатель, который необходимо учитывать до начала расчета. То есть, при выборе оборудования конкретно. То есть, когда мы составляем спецификацию для того, чтобы выбрать нужный тип мачты. То есть, высота у нас есть, но нужно еще выбрать конструктивную особенность молниеприемника. Для этого обязательно нужно знать регион, в котором находится наш объект, для того, чтобы подобрать оборудование с учетом. Вот как раз таки требования по ветровым, снеговым, температурным, гололедным и другим нагрузкам. То есть, это очень важно, да. Обязательно это нужно учитывать в самом начале. Владимир дополняет. На мой взгляд, оптимально выбирать минимально удобную для монтажа конструкцию 3-5 метров. Затем проверочным расчетом нарастить ее, либо увеличить плотность размещения. Ну, в принципе, да. Грубо говоря, метод аппроксимации. Вы выбираете какую-то высоту. Наиболее эффективным решением всегда является минимально возможная высота молниеприемника. То есть, чем ниже молниеприемник, тем у вас меньше притягивается, стягивается молния к ним. Соответственно, вы выбираете какую-то оптимальную высоту. Устанавливаете ее на эффективном расстоянии. То есть, это 2-2,5 до 3 длин самого молниеприемника с этим шагом. И постепенно выполняете первый расчет. Смотрите надежность. Ага, там 0,95, а вам надо 0,9. То есть, понятно, что можно снизить на 1 метр. И так постепенно вы можете приблизиться к той точке, которая вам обеспечивает нужную надежность, ну и, соответственно, минимальную высоту мачта. Ага, правильно. Спасибо. Вопрос от Вячеслава. Какой величины должно быть сопротивление заземляющего устройства функционального заземления оборудования АСУТП? В первую очередь, это требования от самого разработчика оборудования. Правила в правилах техэксплуатации или паскорти пишется значение функционального заземления. Насколько мне известно, максимальное значение, которое делалось, это 4 Ома. Многие делают 2 Ома. То есть, по АСУТП у нас, я не припомню, чтобы четко было где-то прописано, есть четкие значения, прописанные по медицинскому оборудованию. По АСУТП, ну это 4 или 2 Ома. Либо же, в первую очередь, перед тем, как его проектировать заземление, норма, если она имеет цена, она прописывает правильные техэксплуатации или это соответствует оборудование оборудования. Спасибо. Так, вопросы наших слушателей, я вижу, что закончились. От себя добавлю по тем темам вебинаров, которые наши зрители написали в чат. Юрий Потапов попросил молниезащиту газораспределительной станции. На эту тему у нас есть пример проекта на сайте и несколько примеров расчетов. То есть, вы можете посмотреть, воспользовавшись поиском нашего сайта, найти этот материал достаточно быстро. Молниезащита разноуровневой кровли многофункционального здания. Достаточно интересная тоже тема. Возможно, мы ее возьмем в проработку для будущих вебинаров от инженеров технического центра ЗАНС. Олег Гришин. Заземление молниезащита в условиях вечной мерзлоты. Много материалов у нас есть на сайте и примеры проектов, и вебинары были на эту тему, и примеров расчетов тоже очень много. Там, я думаю, больше десяти. Попробуйте использоваться поиском расчет контура заземления молниезащиты сетевых водонасосных станций. Тема тоже интересная, но боюсь, что никаких особенностей от стандартных объектов, подлежащих молниезащите, сетевые водонасосные станции не имеют. Денис Викторович, как вы считаете, сетевые водонасосные станции что-то требуют, кроме третьего уровня молниезащиты и внимательности к РДСУ и ГОСТу? Уравнивание потенциалах обязательно, в том числе внутреннее. Хорошо. Я предлагаю пришлительный проект, мы вам подготовим решение, и будет автоматизироваться. Отлично. Так, ну вот еще вопрос появился от Николая Дамакова. Будет ли молниезащитная сетка защищать скатную кровлю из металлочерепицы или другого металлического материала? Ну, в первую очередь, на металлочерепицу, на сетку прокладывать это не очень правильно, так как, по сути, металл на металл накладывается, она будет неэффективна. И что касается скатных кровель, то сетку лучше не устанавливать на скатной кровле, так как, во-первых, ее может сорвать, во-вторых, есть ограничения по углу ската. То есть там соотношение сторон должно быть 1 к 8, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть угол ската. На скатных кровлях лучше использовать молниеприемники, какие-то фасадные, либо коньковые. А молниеприемная сетка на металлических кровлях, она абсолютно неэффективна. То есть это не даст никакого результата. Денис, спасибо большое. Друзья, вопросов больше нет. Я благодарю всех, кто пришел к нам на вебинар. Видеозапись этого вебинара будет опубликована на нашем сайте, я думаю, приблизительно через неделю. Сделаю вам небольшой анонс, инсайт для тех, кто досмотрел до конца. Приблизительно через месяц-полтора мы ожидаем новый вебинар от Эдуарда Мейеровича на тему, которая, я думаю, заинтересует многих. Безопасность человека от молнии. Существует большая проблема неизвестности, как именно влияют разные уровни перенапряжения молниевого характера на человека. И, исходя из этого, невозможно было знать, как защититься. То есть непонятно, достаточно ли мер защиты или недостаточно. Вот сейчас появилась очень интересная, очень авторитетная информация о том, все-таки что делать, чтобы обезопасить людей от молнии. Следите за нашими новостями на сайте, подписывайтесь на наши вебинары. Приходите через месяц. Будем вас ждать.